сегодня у нас прям ажиотаж приехала 2 съемочных группы одна дежурная часть будет снимать а вторая передача михаиле круги колья про твоего родственника как раз рассказываю гады немцы кто-то там подписался теле вот писали иконы не должны входить я не вхожу там в кадр не мешало как тогда обстояло дела вот валюты с обменом валюты так далее касались ли вы этого вот если вы мне по телефону рассказываю историю вы можете как бы с нее начать рассказать а вот вот были ли обменники такие да и было ли это по-прежнему но люди которые работали незаконно это всегда вот в этой сфере так было в 90-е годы обменники по москве во всяком случае росли как грибы после дождя в том числе такой обменник появился в подшефном нам кинотеатре Нева на улице беломорской там был непосредственно сам кинотеатр дискотека бильярдная ресторанчик и в том числе нашлось помещение под валютку это бывшие кассы там ремонтировать ничего особенно не нужно было вот тебе фойе вот тебе эти комнатки билетеров а ныне кассиров и с ними не было никаких проблем там вы понимаете в 90-е же коммерсанты тоже были разные допустим на речном у меня были такие коммерсы вот которые о завтрашнем дне вообще не думали вот они концу дня они заработали там на сникерс и бутылку водки и им больше ничего не нужно ни развития ничего вот эти ребята как сейчас помню звали к Сереже и Армен вот они думали о будущем я могу предположить что они стали вообще серьезными бизнесменами и по какой-то причине кажется это был несколько заниженный курс это вот эта валютка ну скажем так наша пользовалась большой популярностью и в какой-то момент они пожаловались ну там был по была попытка один там лёва без руки там пытался за урку канать типа того претензии что он купил там валюту а его в аэропорту тормознули что это что это что ему дали фальшивые деньги он заплатил 3000 долларов чтобы отмазаться и так далее но ему сказали здесь это не канает на самом деле были фальшивые деньги да нет конечно вот в том то и дело что это были очень серьезные бизнесмены которые работали на завтрашний день это я просто говорю о том что за многие годы по большому счету был один инцидент но в какой-то момент вот эта популярность сыграла им в минус потому что из-за того что у них был очень хороший курс к ним поехали люди с приличными суммами менять и соответственно об этом пронюхали люди другой профессии стопорилы и на выходе или там через какое-то время через 500 метров через километр этих людей с валютой начали брать на гоп-стоп они обратились к нам мы вынуждены были провести короткий ликбез который заключается в том что на территории непосредственно в обменке кого-нибудь грабят вас грабят нет а вот эти люди которых грабят они нам денег не платят мы ими ночные сторожа и мы не значит пусть берут охрану как-то там не знаю договаривайтесь что там рано утром или наоборот поздно вечером не знаю в общем скажем так что мы отказали в какой-то помощи вот в этом вопросе потому что это не входило в нашу компетенцию в нашу такую такую негласную договоренность но в какой-то момент вот эти штопорилы по моему грузины они в натуре уже заплыли за буйки там за ними погнались менты и они там во время там несколько раз там уломились как сахатый через ресторан там через кухню там перепрыгивали через барные стойки и так далее ну вот мы с ними забились там типа прекращайте вы чё тут блин за вами мусора гонятся у нас тут и люди и там свои темы какие-то и так далее ну там мы не имеем не имеем права вам запретить грабить на улице но здесь там вот эти бег с препятствием эту кориду здесь не надо устраивать вот ну так мало спорычали друг на друга но вот вот по большому счету все что я могу вспомнить ну а исходя из вашего богатого опыта вот заниматься обменом валюты тогда было опасно нет могу по еще так сказать вам привести пример как криминал был рядом с этой темой а вот такой вопрос а почему криминал всегда был рядом с этой темы с обменом валюты тогда были такие времена что криминал был рядом с любой темой которая приносила какие-то деньги криминал бригады запомнили в заполнил вакуум который образовался с распадом союза и с ослаблением всей правоохранительной системы хорошо а как вы думаете а сейчас криминал по-прежнему рядом с этим бизнесом обмену валют а я сейчас на пенсии уже лет семь восемь и о том чем занимается криминал могу только предполагать не открою америку если откажу что для криминала остались настали черные времена смутные времена на несколько аспектов объективные и субъективные ну например срока сыпят как дуракам махорки за что раньше года три давали сейчас там меньше чем за десятку да я согласен как бы тема для отдельного сюжета да второй момент камеры везде висят камеры и он смотришь ваши программы вести дежурную часть экстренный вызов смотришь блин каждого второго каждого третьего ловят по камерам ну а как еще вот именно да ну как бы если только камикадзе какие-то которые мечтают давайте вернемся к этим обменникам хорошо но вот вы говорите вот у вас были партнеры которые как бы ну вот знакомые честно вели просто меняли валюту были наверняка те которые обманывали людей а смысл какой смысл нет обманут раз есть хорошая пословица можно на коротком промежутке времени обманывать всех можно на длительном промежутке времени обманывать одного но длительное время обманывать всех невозможно то есть они получали какие-то лицензии они за арендовали они покупали аппаратуру там кассовый аппарат и так далее и все это ради того чтобы раз-два кидануть кого-то и потерять свой бизнес мне кажется наверное всякие были люди но это как минимум недальновидно нерационально но все равно были потому что такие случаи возможно ничего не могу сказать вот у меня была своя валютка и был бы полным дураком если бы поехал менять куда-то в другую сторону хорошо это понятно да ну вот а тогда но все равно деньги же меняли помимо этих валютников меня лишь насколько знаю на вокзалах там и в поездах где только не меняли вот вот значит это пока живут на свете дураки обманным жить нам стало быть с руки мои добрые товарищи бригадники книги в мои выведенные под погонялом злодеи значит каким-то образом решили поменять в центре города а там очередь и к ним подходит представитель южной республики и говорят что вы будете очередь ставить у меня я там лишнего взял поменяйте у меня и там курс офигенный ну взяли поменяли то ли не досчитались то ли вообще левак эти деньги приколов ну я не знаю кто дурнее я говорю ну блин ну своя же валютка ну фиг лишь вы блин вот чё вот вы хернёй занимаетесь блин вот ну они то ли вернулись через час то ли на следующий день приехали блин в багажник его засунули ему эти деньги блин боком вышли ясно все спасибо слушайте ну вот смотрите получается а как вот вы откуда вы научились вот ломать деньги это что ваше как было хобби увлечение или вы серьезно этим занимались в свое время во по олимпийской обнистии в 1980 году я прибыл на южный урал славный город новотроицк пяти километрах от еще более славного города Орска откуда и мой творческий псевдоним вот и там я сошелся с местным таким блатарем имя называть не буду потому что он жив и здоров и не знаю скажем так это с ним не согласовано вот и он меня обучил ремеслу ломки чем я и жил примерно до восемьдесят четвертого до восемьдесят шестого года то есть я ломал в Москве в Балашихе в Магнитогорске в Иваново в Оренбурге то есть фишка заключалась в том что какую-то вещь которая стоит допустим двести пятьдесят рублей это больше чем чем месячная зарплата в то время ну получалось что я ее там покупал там условно говоря за сто двадцать я ее покупал но покупал за сто двадцать а продавец искренне верил что он нашел лоха там как правило я был каким-нибудь комбайнером из окрестного совхоза колхоза вот и как правило это были джинсы вот ну и потом скидывал местным барыгам и они там продавали там на скорях там уже не за двести пятьдесят а рублей за двести вот я там за пять минут там считай там рублей пятьдесят шестьдесят заработал так отлично а теперь покажите вот наглядно каким образом это делали давайте закрепим его вот и наверное поменяем место Виталь у вас богатое прошлое криминальное можно его как называть ну оно разное я же учился на факультете журналистики МГУ да да меня посадили со второго курса а а за что если за квартирные кражи со взломом вот классика да и всего я отсидел три срока второй вот по сто сорок седьмой но не за ломку а за куклу то есть и статья называется лом в дипломате не не лом в дипломате незадачливые продавцы называется да у меня есть эта газетная статья вот мы там покупали магнитофон шарп как подумаешь блин две тысячи десяти рублей он в то время стоил да как жигули вот это самое ну там условно говоря мы его в концовке купили рублей за восемьсот то есть там где-то тысяча рублей на вара там на троих там это вообще круто было вот и потом третий срок и третий срок принял идеологию отрицаловки с тех пор на ней стою вот освободился в конце 90-го соответственно принял активное участие в переделе собственности и в решении конфликтных ситуаций чем и занимался до 25 лет до примерно 2015 года вплоть до ухода на пенсию так извините виталь а нормально будет если ты нас вот снимешь вот здесь только я надо показывать что мы сидим общаемся как ты делаешь ну я так снимаю миша я скажу так мне так кажется вот когда я вообще когда я что-то говорю мое истина не мое мнение не истина в последней инстанции мне так кажется да я бы сказал так что вот наколки делают люди которые связывают свою дальнейшую жизнь вот именно с такой криминально уголовной карьеры в местах лишения свободы да я же лично всегда считал себя в большей степени преступником нежели арестантом то есть вот эта тема там тюрьма дом родной и так далее это не мое и а делать наколки это ментам помогать это второй паспорт согласен если вы обратили внимание я не ругаюсь матом там я читаю наизусть и ляду значит если надо вдруг то есть там я знаком с философией литературой историей и вдруг у меня будет незаботу мать родную и отца духа река понимаешь ясно ну скажите криминал сегодняшний отличается от того криминала который был я думаю в корне конечно и извините Виталий нужны простые общие планы как мы общаемся мне надо пару абзацев будет перепричать отличный гость из человека понял вот так не изгаляйся просто снимаешь как мы сидим все да 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 продолжим потому что криминал силен тогда когда слабо государство и там это и возьмите там нэпфские времена возьмите времена расцвета итальянской мафии 50-й а 50-й раньше раньше самые да самые тяжелые времена итальянской мафии это когда с предвыборной кампании Бельнита Муссолини приехал на Сицилию приехал с охраной и мэр одного из городов ему снисходительно сказал дуча ну что вы опасаетесь вы же со мной и Муссолини не подал вида а уехал буквально взбешенный и там через неделю пренебрегая всеми правовыми нормами на Сицилию высадились карабинеры были открыты лагеря значит мафиози расстреливались без суда и следствия конфискация имущества аресты членов семейств и членов семейств вот именно тогда пошла вторая или там наоборот первая волна миграция да что и дало Коза Ностру в США а обожидали причем Коза Ностру уже потом и отомстил этому режиму когда Лаки Лучанов помог с высадкой а то а то да мне тут ваши коллеги из враждебного лагеря значит из какого у нас их много ну я не помню их средства да из Лондона значит они меня пытались на эту тему что ожидая что я буду бурно возмущаться сотрудничеству заключенных СВО там и так далее да ну значит они пытались вот это там сучьи война и так далее вот но я им как дал ликбесы в том числе упомянул вот эту конетель а у нас в нашей там привел пример Григорий Иванович Котовского привел пример Ермака который кто-то первые ЧВК это Ермакса товарищи у них даже фамилии не было там кольцо блин еще кто-то там погонял и были чисто да конечно конечно да да привел пример разгром великой армады испанской когда дали возможность тому же Фрэнсису Дрейку который был пожалован рыцарским титулом набирать все отребье в кабаках все отребье всех люмпенов английских всех там разбойных людишек там и так далее всех в пираты и испанская армада была разгромлена и с тех пор правь Британия правь морями и так далее вот и так они были у меня есть эта видашка называется раскидал рамс оппозиции видимо они оперировались с советскими понятиями Коля вот за это они меня и глушат на ютубе Говорушкин слышишь меня да наверное они оперировались старыми понятиями советскими когда там вор не должен был работать иметь семью и так далее ну давайте перейдем к самому интересному на карман я попробую на это нам 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 вот здесь тоже вот я вам включила в принципе давайте смотрите я в кадре решать придется потерпеть тогда пересчитаем скажите а вот что такие штуки исполнять а был какой-то силовой у вас нет выглядел это так в те времена вот был такой невидимый водораздел если брать например Урал те кто в джинсах это были пудыля те кто в махеровых кепках домашних тапочках козябазя это ништяки нашатыри 206 в Волгоградской области насколько я знаю их называли фураги из-за того что у них были такие шерстяные фуражки и вот эти значит то есть они презирали друг друга и то есть ну конечно те кто торговал джинсами они вот на меня смотрели я такой там колхозничек одет по беднее и так далее и вот они так ну не так нормально пойдете да твой размер то ты че там фирма то есть на меня смотрели как вот вот и вдруг они понимали что это не они охотники а я жертва все наоборот и они прямо с лица менялись а я просто говорил живи пока не пролезло не надо